Точка во Второй мировой войне была поставлена Красной армией на Дальнем Востоке. 2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский Союз праздновал Великую Победу. В 2020 году 2 сентября объявлено Днём воинской славы России, Днём окончания Второй мировой. На территории Приморского края предложено провести мероприятия, и мы планируем, и запланировали их проведение 2 и 3 сентября. В соответствии с рекомендациями Дирекции Года Памяти и Славы, в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и мероприятия Года Памяти и Славы, мы проводим ключевые акции, которые призовут укрепить представление граждан региона о роли Победы в Великой Отечественной войне. В течение нескольких дней пройдут акции памяти, кинопоказы, выставки, квесты, спортивные состязания, диктанты Победы. Особое внимание будет уделено ветеранам, воспоминаниям и историям их жизни. В память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне, любой гражданин России может спустить на воду или возложить к памятному месту боевой славы живые цветы, перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы. На территории города Владивосток запланированы церемонии возложения венков и цветков в братской могиле морякам Тихоокеанского флота. На центральной площади будут выставлены 30 конструкций, изображающих наиболее известные в нашей стране и по всему миру военные памятники. Среди скульптур «Родина-мать зовет», «Защитникам советского Заполярья» и другие. Возле каждого памятника, ну вот это как фотография, будет как 3D, возле каждого памятника будет стоять информационная табличка, к которой можно будет подойти, ознакомиться, что это за памятник, к чему он посвящен. Итак, наиболее интересные факты, но и в течение этих трех дней, с третьего по пятый, будут стоять юноармейцы наши, школьники, и рассказывать всем желающим, рассказывать такую экскурсию проводить, что это за памятник, чему посвящен, повторяюсь. Под открытым небом будет показана кинолента «День войны». Один из его сюжетов посвящен заводу на Дибаидзе. Также на здании администрации при помощи технологии 3D-мэппинга спроецируют фильм о вкладе приморцев в Великую Победу. Это такой фильм, основанный на письмах, на фронт, из фронта, взятых из нашего государственного архива, то есть о приморцах, участниках Великой Отечественной войны, о том, как они воевали, о том, как их ждали, и о том, как они победили. Празднование пройдет с учетом всех необходимых мер безопасности. Мероприятия будут разбиты на три дня, чтобы избежать массовых скоплений. Дмитрий Беломеснов, Владислав Шлыков, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.